Попытка продать излишки детского питания вышла боком 26-летней жительницы города. Девушка разместила объявления в социальных сетях. По телефону с ней связались потенциальные покупатели и предложили забрать всю продукцию сразу, оплатив безналичным способом. Ничего не подозревая, девушка перешла по отправленной ей ссылке и вела не только номер своей банковской карты, но и коды подтверждения, полученные от банка. В итоге с ее счета исчезли все денежные средства в размере 61 тысячи рублей. Попалась на удочку интернет-мошенников и 60-летняя жительница Нефтекамска. Она перевела преступникам 1 миллион 625 тысяч рублей, взятых в кредит. На сети интернет нашла рекламу одной компании о заработке путем инвестиций на торговых площадках и созвонилась по указу номеру телефона. Для получения большой прибыли жительницы нашего города предложили внести крупную сумму денег. Для этого она оформила кредит в одном из наших банков и продиктовала банковские реквизиты, в том числе коды, которые получили ей на телефон путем сообщения от банка. Через некоторое время женщина решила вывести свои так называемые проценты и связалась с лже-брокером, который пояснил, для того, чтобы вывести денежные средства, которые она заработала, необходимо, чтобы на ее карте находилась не менее половины той суммы, которую она хочет вывести. Для чего женщина повторно обратилась в банкскую организацию и оформила кредит уже более, на сумму 900 тысяч рублей. И также перевела эти денежные средства на виртуальный свой счет. Но когда она связалась уже в следующий раз с брокером, уже телефон и сайт был уже заблокирован. Аналогичным способом 59-летний житель Нефтекамска пытался заработать, вложив свои кровные в очередную финансовую пирамиду. Правда, обещанная высокая прибыль обернулась для него потерей 2 миллионов рублей. Сотрудники полиции не устают напоминать горожанам о том, что не стоит слепо доверять обещаниям сверхприбыли и сомнительным покупателям в интернет-просторах. Александра Котикова, Азад Давлетшин, Время новостей.